Три раза в году на мемориальном комплексе в завокзальном районе Сочи бывает особенно многолюдно в день начала Великой Отечественной войны, в годовщину Победы и 23 февраля. В разные годы праздник этот назывался по-разному. Суть остается неизменной. День защитника Отечества – это поистине всенародный праздник. Собрались для того, чтобы здесь, на этом святом месте, поздравить сегодня наш сочинский гарнизон, сотрудников Федеральной службы безопасности, сотрудников полиции, да и просто будущих солдат, которые уже готовятся, то есть нашу молодежь с этим замечательным праздником. Войны сочинского гарнизона и байкеры, школьники и ветераны войны разных лет. Юрий Сучков и Андрей Щепкин прошли Афганистан. Андрей говорит, в детстве, когда в школе отмечал этот день, не думал, что судьба сложится именно так. Родина позвала, мы пошли, это не обсуждалось. Мы гордимся, что мы прошли эту школу, выжили и можем об этом говорить подрастающим поколением. Мемориал построен в год 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Около 2000 человек похоронены здесь. Фронтовики, умершие от ран в сочинских госпиталях, это солдаты и офицеры со всей страны. Цветов в этот день оказалось достаточно, чтобы почтить память каждого воина. Официальная церемония возложения цветов началась в 11, но сочинцы и поодиночке, и семьями шли почти весь день. Всего на мемориале в этот день побывало около 7000 человек. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.